Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы поговорим не об экономике, не о каких-то там проблемах в политике, еще где-то мы сегодня поговорим о приятном и радостном, о цирке. В Тверь наконец-то приезжает знаменитый цирк Гии Ирадзе, точнее уже приехал, и первое представление будет дано уже в эту предстоящую субботу, 13 марта, в 5 часов вечера. Насколько я знаю, все билеты уже раскоплены. И сегодня как раз у нас в гостях сам Гия Ирадзе, художественный руководитель, главный режиссер парадюшевского центра «Королевский цирк» и заслуженный артист России. Гия, добрый день! Добрый день! Гия, скажите, я лично так привык, что всякий раз у меня вообще ваш цирк ассоциируется с Новым годом. Вы приезжаете к нам вот накануне этого самого любимого праздника всеми жителями страны. А почему вы к нам приехали сейчас в другое, кстати, разное время, первые дни весны, вот солнце за окном? Почему весной? На самом деле такая добрая традиция уже сложилась, что мы именно в Твир приезжаем на Новый год, один из наших коллективов, моих коллективов. Но пандемия остановила всю нашу жизнь, пандемия совершенно вообще перечеркнула все наши планы, какие у нас были, и из-за этого взвинулись все гастроли. Но как только была дана команда вновь открыть цирки, пусть даже с ограничением 50% в разных регионах, и мы возобновили свой гастрольный график, мы не могли не приехать в Твирь в этом году, уже на самом деле, как вы сказали, по нашим традициям, потому что мы в год раз всегда приезжаем в Твирь с новыми спектаклями. В этот раз тоже решили вам привезти абсолютно новый проект Королевского цирка, большой состав, новая версия продюсерского центра Королевской цирки и Радзе. Мы приехали в полном объеме, 18 фур, это состав поезда, больше 110 человек, трупа. И Твирь нас очень любит, и мы любим Твирь. И вообще наши спектакли всегда, аншлаги везде. Уже ни одного билета на премьерный спектакль, не только на премьеру, а на премьерную неделю вообще нет. Уже открыта продажа на конец марта, потому что гастроли продаться до 25 апреля. Мы отработаем по два спектакля в день, в субботу, воскресенье по два шоу. Ну мы все привыкли, что ваше шоу одно роскошнее другого каждый год. Соответственно, что в этом году нового увидят тверичане, гости города? Потому что на ваше представление приезжают со всех концов нашей огромной области, детей привозят много, целыми тоже автобусами. Соответственно, что нового видят, особенно мне интересно, я думаю, это вопрос интересный, завсегда тайм, кто каждый год ходит на вас, думает, что они в этом году покажут. Да, именно те, кто к нам ходят и те, кто следят за моим творчеством, знают, что мы никогда одно и то же никогда не привозим. Всегда обновленная программа, этот раз не исключение, а на этот раз вообще уникальный спектакль. Почему? Потому что в этом спектакле, я уже сказал, очень большое количество людей, животных. Новые будут номера, которые вообще дебют и премьера этих номеров состоится здесь, на Маниже Тверского цирка, вот сейчас, 13 марта. Будут ваши земляки, это ребята, которые ко мне попали несколько лет тому назад, когда мы отбирали, у нас был кастинг здесь в Твери проходил, и мы взяли шикарную пару, они роскошные ребята, они работали очень много лет в Америке, в частном шоу, они сами жители Твери, Диана и Сережа, и они работают у нас два замечательных, очень красивых номера. Номер «Фламинго» воздушные гимнасты, и второй номер, тоже воздушная гимнастика, сделана такая история любви в воздухе, это такая балетная классика, она на пуантах, в пачке, это необычно для воздушных гимнастов, работать в пачке и на пуантах в воздухе, поэтому по нашей задумке, по моей задумке, история этого номера заключалась в том, что это некая адажа в воздухе, это балетная адажа только в воздухе, на белых полотнах. Очень красивый номер, вы посмотрите этот номер. Помимо этих номеров, безусловно, артисты московского цирка Никулина, с которым мы всегда сотрудничаем много уже лет, великолепные номера, которые впервые будут в Твери, они никогда в Твери не были. Это очень большие два групповых номера под руководством Алика Алиханова, династия циркового артиста, это династия циркового искусства, кантаходцы Алихановы и перши, Эквикбрисы на першах, это очень сложный цирковой номер, старинный цирковой жанр, но уже подача этого жанра и этого номера, она уже в современном ключе, в сегодняшнем формате, в формате королевского цирка. А можно, извините, перебью, перши, вот я думаю, многие телезрители впервые это слово услышат, можно сказать, что это? Да, это цирковой жанр, уникальный, это такие металлические мачты, будем так называть, которые артисты держат на лбу и на плечах, ну такие шесты большие, на которых на высоте 9-10 метрах работают эквикбристы. Поэтому это сложный жанр, я уже сказал об этом, это уникальный номер, тем более это групповой номер одновременно, на манеже 2, 3, перша и 6, 7, 8 человек работают вместе в манеже. Эксклюзивность этого номера в этом и заключается, что это групповой номер в этом жанре. Безусловно, не обойтись без животных и цирк для меня, в первую очередь, и не только для меня, я думаю, что это вообще менталитета нашей российской, советской публики, цирк животными. Он был, есть и будет всегда. И большое количество животных. Это тигры, лошади, олени, лисы, собаки, пеликаны, попугаи, яки. То есть очень разные животные разных видов, не такие, как обычно привыкли в целом видеть, да, как вот экзотические животные, и птицы, и большая группа хищников на манеже. Поэтому животных будет очень большое количество. Возможно, даже то, что было сделать здесь, в Твери, нам специально для размещения всех животных, дали еще дополнительные помещения, которые оборудованы были изначально по нашему райдеру для размещения коллектива. Потому что, я еще раз повторюсь, было очень тяжело разместить большой коллектив. 18 машин, это состав поезда. Где же они паркуют? Это багажа. Ну, машины уехали, нас разгрузили, автомобили уехали. Но дело в том, что мы привезли с собой и свет, и звук, и декорации. В манеже выстроен 12-метровый замок, потому что все сделано в стиле королевского цирка. И декорации, которые мы привезли, тонны этих декораций, несколько тонн. В общем, это будет очень красивый проект. Вот прямо сейчас, пока мы здесь с вами сидим в студии, главный режиссер московского цирка Никулина, наш режиссер Женечка Шевцов, ведет репетиции прямые сейчас на манеже цирка. Вот сейчас ждут артисты меня, я приеду после нашего с вами эфира, и у нас будет генеральный прогон. Прогон – это тот именно прогон, который мы всегда делаем перед началом гастроли. – Может, даже кто-то смотрит нас в прямом эфире, слушает вас, может, им даже какие-то указаны. Скажите, ну вот тоже, вот вы как раз сказали, такое большое количество животных, к примеру, тоже. То есть для вас специально сделали исключение, где-то какие-то дополнительные помещения выделили? – Да, определенные помещения, которые нам, у нас в техническом районе это прописано, потому что у нас очень много животных, чтобы были помещения все свободные, и какие есть еще дополнительные помещения в цирке, двор цирки, чтобы это было оборудовано так, как нам нужно для размещения животных. – То есть это все в цирке, опять, не где-то там, а это все в территории нашей Тверской цирки. – Нет, это замечательный большой Тверской цирк, поэтому это же стандартные цирки, которые практически они все плюс-минус одинаковые по всей нашей стране. – Кстати, вот ведь немногие знают, телезрители, на самом деле, это мы тверичане, что называется, заелись, привыкли, у нас есть цирк. Я в свое время с удовольствием узнал, что далеко не в каждом областном центре есть стационарный такой нормальный цирк. – Насколько у меня память не изменяет, у нас, по-моему, в России 33 стационарных цирка. Если сейчас у меня память не изменяет, по-моему, 33, то ли 36 стационарных цирков. – Как наш, Тверской. – Да, которые входят в систему Союз Госцирка, в Росгосцирка сегодня. Есть цирки, которые не входят в систему Росгосцирка. Это Казанский цирк, который относится к Татарстану, Удмуртский цирк, Лыжевский, ну, Московский цирк. – Ну, понятно. – Они сами по себе своей жизнью живут. А остальные все цирки, это входит в систему Росгосцирка. И все наши артисты в штате Российской госсоцирковой компании. Это бывший союз Госцирк, сегодня это Росгосцирк. Это самая крупная цирковая компания в мире. И как раз во время пандемии мы были счастливы, что мы работаем в этой госкомпании, потому что и пандемию пережить нам помогло государство. – Об этом подробности вы нам расскажете после рекламы. Мы уходим на рекламу, буквально три минуты не переключайтесь, потом продолжим. У нас сегодня в гостях сам Гей Ирадзе. Он рассказывает о том, чем будет радовать тверичан почти, можно сказать, полтора месяца. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о цирке. В Твери начинает свои гастроли знаменитый королевский цирк Гей Ирадзе. Сам Гей Ирадзе у нас сегодня в гостях, у нас прямой эфир. Можете звонить, кстати, 300-190, телефон прямого эфира, задавать вопрос, когда еще удастся пообщаться с маэстро, вот так напрямую что-то спросить. Гей, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что вы сотрудничаете с русским цирком, цирком Никулина, самым известным русским цирком, наверное, который мы все знаем тоже с детства. А мне вот интересно, а как так сотрудничаете? Разве вы не конкуренты друг к другу? Нет, ни в коем случае. Как понять конкуренты? Мы просто в разных организациях работаем, поэтому Московский цирк Никулина, все наши друзья, начиная от Максима Юрьевича Никулина, и он очень часто приглашает наши номера, мои целиком коллективы Московский цирк Никулина, и не только мои, а наши компании артистов туда, и его артисты работают у нас в цирках, поэтому у нас нет никакой конкуренции, мы партнеры, мы работаем абсолютно в партнерских отношениях, нам нечего абсолютно делить, у них это известный цирк Никулина, это намоленная площадка, поэтому какая может быть конкуренция с Московским цирком Никулина? У них замечательные артисты, у нас тоже прекрасные артисты, это не мешает нам, наоборот, сотрудничать и обмениваться кадрами. Вот я говорю, что я всегда артистов цирка Никулина приглашаю в себя в шоу, и мою труппу всегда Максим Юрьевич приглашает в цирк Никулина, вот буквально сейчас, год целый отработал коллектив «Бурлеск», это был коллектив, который был создан специально для фестиваля в Монте-Карло, и первая площадка в России, это был Московский цирк Никулина, и после этого мы поехали в тур. Кстати, в Твери еще этого коллектива не было, надеюсь, что на будущий год я обязательно привезу уже шоу «Бурлеск» сюда, в Твери, потому что… На будущий, вот на Новый год вот этот каникул? Ну посмотрим, нет, в этом году уже, наверное, нет, потому что мы же не можем постоянно приезжать в Твери, поэтому мы в год раз обычно приезжаем, поэтому на будущий год уже для меня, на будущий следующий год. Опять-таки, пандемия остановила вообще все планы, и все наши планы жизни, она вообще перечеркнула, и все изменила. У нас было 16 контрактов, которые отменились, перенеслись, и так далее, и так далее, потому что мы работаем со всеми странами, мы были запланированы на все международные фестивали, которые тоже отменились из-за пандемии, да, во всем мире. Поэтому планы немножко сдвинулись, сейчас наконец-то они корректируются, возобновляются. Я просто к тому, что Цирка Никулина работает, работают всегда наши артисты, наши трупы, и вот один из коллективов «Шоу Бурлеск», который год отработал в Москве, это новый коллектив, он не был еще в Твери, поэтому на следующий мой приезд, скорее всего, я привезу уже «Шоу Бурлеск» сюда. А на этот раз это коллектив «Королевский цирк», вот новый состав, о котором мы сейчас с вами беседами говорим, это очень красивый, очень новый, современный проект с молодыми артистами, с новыми уникальными номерами, примеры номеров некоторых состоится здесь на манеже Тверского цирка, будут представлены артисты Цирка Никулина, новые номера, которые никогда в Твери не были здесь, будет большое количество животных, поэтому мы уже все здесь, мы провели пресс-конференцию, как всегда, перед началом шоу, были ваши коллеги, журналисты, их было очень много, практически все, которые есть в городе, в Твери, поэтому все вживую увидели фрагменты шоу, масштабы этого, и все в предвкушении начала, старта, 13-го числа. Увидели, как украшен цирк, Увидели маленький фрагмент шоу, который мы показали, предшоу для специально журналистов ваших коллег. Скажите, одна, кстати, журналистка спрашивала, как ей удобно, где встать, чтобы фотографировать и так далее. А вы еще говорите, что вы не препятствоваете. Просто сейчас такое время, 21-й век, все очень ревниво относятся, так сказать, к своей картинке, очень часто запрещают, не снимайте, уберите телефон и так далее, не дай бог вообще камеру. Пожалуйста, снимайте. Почему у вас вот такая лояльная политика к зрителям? Нет, это, понимаете, мобильный телефон сегодня существует у каждого, наверное, человека. Поэтому все равно будут снимать. Единственное, мы просим не включать фотоспышку, потому что фотоспышка, она отвлекает животных от работы. Вспышка во время там постановочных номеров световых, во время исполнения трюков, вспышка может помешать, да. Без вспышки, пожалуйста, снимайте, наоборот, выкладывайте во все ваши соцсети, Инстаграм, куда ходите. Это дополнительная реклама, на мой взгляд, да. Поэтому я не вижу в этом никаких проблем. Если из шоу будут какие-то маленькие фрагменты трансляции у наших зрителей в своих соцсетях. Это только дополнительная реклама для нашего коллектива. Поэтому мы совершенно спокойно разрешаем это делать. И божался делать. И эта бедная девушка там собиралась, не зала, куда встать. Нет, это был один из первых вопросов одного из журналистов. Она была фотографом, я понимаю, что и спросила, где она может встать, чтобы в доступном режиме ей производить фото наших костюмов эксклюзивных и нашего спектакля. Поэтому я ей разрешил встать, где она хочет, так чтобы это не мешало действовать спектакля. Обязательно будут администраторы и охрана во время спектакля в зале. Поэтому охрана покажет, где можно встать, так чтобы это было безопасно и ей во время работы с животными, и нам, артистам, для нашего шоу. А вот как раз хочется вернуться к тверским артистам. Вот это Диана Кисаева, которая вчера общалась с прессой. А вот, наверное, я думаю, тверичанам будет интересно. Кто-то может себя хочет в цирке увидеть, кто-то уже проб и так далее. А как можно попасть к вам в труп? Вот, пожалуйста, мы, когда Диана попала ко мне с Сережей, два года назад мы проводили кастинг. Поэтому мы каждый год, каждый год мы проводим кастинг. И сейчас у нас открыт на сайте официально в доступе, у нас есть кастинг артистов балета. Мы набираем танцоров, приглашаем к себе в коллектив. Поэтому, пожалуйста, если соответствуют нашим данным, у нас есть параметры определенные, есть стандарты, которых мы приглашаем к себе в шоу. А если не секрет, какие? Ну, это определенный рост, внешний вид, данные хореографические. Либо мы очень любим работать, мы это моя творческая команда, мы часто берем девочек с художественной гимнастикой, если это девчонки. Если парни, то смотря какого класса по данным хореографическим, потому что у нас работают только топ-классы артисты. Поэтому есть определенные стандарты, и режиссеры балетмейстов уже отбирают артистов. Это просто, я еще раз говорю, нас смотрит телезритель, мечтает. Вот подает он или нет? Его это или не его, в примере? В основном, артистов цирка мы приглашаем из эстрадоцеркового училища, из нашей компании, со стороны Московского цирка Никулина, либо очень часто в городах есть детские цирковые студии. В этих студиях вырастают маленькие звездочки, которые в дальнейшем... Кто меня сейчас смотрит? Меня сейчас пригласила Галина Александровна, директора Тверского цирка, на фестиваль, быть представителем жюри, который пройдет у вас в Твери, детский международный фестиваль, молодежный фестиваль, по-моему, с 20 апреля, если я не ошибаюсь. Вот в этих числах посмотрите на сайте, вы увидите. И будут представлены очень много цирковых студий. Поэтому я буду отсматривать и уже видеть, как профессионал, вот этих детишек, из которых я буду понимать, что из этих людей можно сделать уже звезд. Они будут артистами цирка. Поэтому видно уже по данным, понимаете, то есть... Мокальным, опять хореографическим. То есть у тверичан есть шанс? Да, конечно. Вот в эти дни. В эти дни, пока мы здесь, до 25 апреля, добро пожаловать. Это совершенно спокойно можно сделать. Можно подать заявку через наш сайт, зайти на сайт Королевского цирка, в Инстаграм, ко мне в Инстаграм, в Инстаграм Королевского цирка и подать свою заявку. Ну, в Чубы нет. Хорошо. Если говорить об артистах, знаете, мне все время было интересно спросить, кому сложнее всего работать, знаете? Потому что вот, когда смотришь, как эквилибристы, воздушные гимнасты, ну, там страшно вообще, честно говоря, такая высота под куполом цирка. С другой стороны, когда заходит дрессировщик в клетку к тому самому тигру, тоже вот как-то мне, как человеку, который даже собаку боится, знаете, а тут тигр. А с другой стороны, клоуны говорят, что, знаете, говорится, а самое сложное, на самом деле, это у нас. Потому что рассмешить человека, чтобы он искренне смеялся, это сложнее всего. Вот на ваш взгляд, кому из ваших вот коллег сложнее всего приходится? Не буду дерить артистов по жанрам, по категориям, потому что клоун занимает свою нишу определенную. Воздушный гимнаст свою нишу, акробат, жонглер и разные цирковые жанры. Я могу сказать одну вещь, что в цирке очень много жанров, и все эти жанры не могут быть в одной программе. Но есть основные жанры, без которого не будет никогда цирка. Без чего? Это клоуны, клоуна, да, без клоуна не может быть цирка, и без животных цирка не может быть. Есть цирк Дюс-Алей, который, это цирк без животных. Это немножко другой формат цирка, это синтез больше театра. Они даже не на манеж выступают, зачем? Я сейчас не обсуждаю качество, это замечательный уровень и так далее, но это немножко совершенно разное. Наш российский советский цирк был и есть другим цирком. Наш менталитет, привыкший видеть в цирке большие масштабные проекты, как мы создаем Королевский цирк Георгий Радзе. Но уже обвертка и подача этих номеров, она состоит из сегодняшнего дня. Уже как бы стилистика этого всего, она уже по-другому преподносится нами, режиссерами, постановщиками номеров. Но жанры, безусловно, все жанры, которые были и есть в советском цирке. И даже, наверное, еще в русском дореволюционном. Ну, в советском и есть в русском цирке, да, поэтому вот буквально год назад, 16 сентября, мы отмечали на манеже московского цирка Никунина столетие очистительной цирки, где я был главным режиссером. Транслировал это Первый канал, у нас было очень много приглашенных артистов, звезд и великие цирковые династии, которые отработали. И которые я сейчас недавно, кстати, пересмотрел эту запись, ее вновь показывал Первый канал. И уже несколько артистов, которых нет уже на этом свете, которые, к сожалению, ушли за этот год, за этот страшный, на мой взгляд, 20-й год, который был, потому что пандемия, это была страшная история. Вот один из артистов, великих, легендарных наших советских артистов, который у меня работал на столетие очистительной цирки, был Тамерлан Лукзаров, рулятор Государственной премии России, народный артист СССР. Вот он за этот год ушел из этой жизни, к сожалению, так произошло. Поэтому вот эти легенды, вот эти мэтры, они же не вечные, мы же все как бы на этот свет пришли не навсегда. Вот недавно тоже почетным гостем у нас присутствовал тоже народный артист России, известный наш мэтр Юрий Петрович Мерденов тоже ушел буквально недавно, к сожалению. И я считаю, что вот эти цирковые традиции, в которых работали такие мэтры, их нужно нам, молодым артистам, молодым режиссерам, чтить эти традиции, сохранять традиции советского цирка, русского цирка, потому что этот цирк был самым сильным цирком в мире, понимаете? И когда я в прошлом году, позапрошлым уже получается, привез в Монте-Карло 70 артистов, и когда, чтобы вы понимали, фестиваль в Монте-Карло это как для спортсмена Олимпиада. Вот для артиста цирка фестиваль в Монте-Карло это уровень Олимпиады для спортсмена, это высшее то, что может быть в цирковом искусстве. Мы получили впервые за 43 года лично от принцессы Стефани, от принца Альберта, золотого клоуна, как коллектив, как коллектив целиком. И когда мы приехали, там были очень серьезные номера, там были представлены все страны, американцы, китайцы, которые очень мощные номера работали. Но наша советская школа, именно советская школа, мы привезли настоящих артистов, топ-класса, и уже подача была сегодняшняя, современная. Но мы это все сделали в русском национальном стиле. Это было очень красиво, и принцесса, и весь зал, и вся королевская семья нам определила его стоя, и золотого клоуна взяли мы. Мы еще раз доказали, что русский советский цирк, он есть, был и, надеюсь, будет самым сильным цирком в мире. А основное отличие, кроме того, что мы считаем, что зритель русский не поймет, если не привезти животных? Не то, что животных. У нас есть своя школа. У нас есть своя школа. Так же, как и классического русского балета есть своя школа. Так же, как и у русских фигуристов, спортсменов есть своя школа. Как у художниц есть своя школа. У нас есть Винер. У нас есть... Я сейчас не буду перечитать, кто у нас есть. Всех мы знаем. У нас есть наши школы, которые сильные есть, были и будут. А мне вот, извините, хочется спросить, но мы при этом все знаем, что если, к примеру, брать фигурное катание или гимнастика, зачастую там преподают наши ведь как раз специалисты. А вы говорите, что в цирке Дюссале работают кто не наши? Вот, я хочу спросить. Больше 50% иностранцев, а больше 50% наших русских артистов. И в Лас-Вегасе, и в Китае, и в Токио, в шоу Z, от которого специально в Японии было построено здание. Здание, понимаете? Вот мы работали в Токио 11 лет назад. И в Сафари-парке, в Дисней-парке, простите, в Дисней-парке, под шоу цирка Дюссалей, под шоу Z было построено здание. Понимаете? И в этом шоу работало очень большое количество наших русских артистов. А мы, к сожалению, мы зависим от наших цирков. Вот какие есть они, построенные еще много-много лет тому назад, мы адаптируемся под это. Но технологии у Дюссале совершенно другие. Поэтому сейчас у нас строятся новые цирки. И мы очень счастливы, что уже в новых этих цирках появляются какие-то новые возможности, современные, технологичные, технические, которые мы уже можем адаптировать под сегодняшнее шоу. Но размер вот этого манежа, который, насколько я знаю, везде одинаковый, он останется? Сделал он не может быть другим, потому что это стандарт цирка 13 метров, и как бы дело не в размере цирка. Понимаете, есть, ну как сказать, вот, допустим, взять Большой Московский цирк, да, шоу, в котором мы работаем там, в Большом Московском цирке, мы никогда не сможем работать ни в одном другом цирке. Потому что в Большом Московском цирке есть три манежа, а то и пять манежей, которые уходят и поднимаются другие. Лед, вода, пластик, каучик, иллюзионный манеж, есть аванс сцены, которые распорожены наверху, есть лестница, которая опускается сверху. Понимаете, есть совершенно другой объем этого всего. Ни в одном цирке нашей страны нет нескольких манежей, которые поднимаются и опускаются, поэтому это невозможно в одном спектакле сделать. Поэтому мы адаптируемся всегда под каждый город, какое шоу можно привезти, как это можно поставить, но я никогда не сокращал коллективы, когда мы ехали в тур на гастроли. То есть почему мы успешны, почему мы на нас и билетов никогда нет, это же не только в Твери, это так происходит во всей стране нашей, потому что куда бы мы ни приехали, мы привозим настоящий качественный цирк. По-другому не может быть. Вот для меня, по моей натуре, я не могу привозить другой некачественный цирк, поэтому я привожу всегда только большие качественные цирки, и зрители это знают, и нас любят, и мы любим зрителя, потому что мы всегда показываем профессиональное цирковое искусство. А мне вот интересно, а сколько уходит на подготовку? Вот вы говорите, вы стараетесь не повторяться. Вы не гоните халтуру, когда из года в год одно и то же, одно и то же. Вы работаете. Сколько времени уходит на разработку номера? Всегда мы работаем без отрыва от производства, мы работая, репетируем и создаем новые номера, новые аттракционы. Почему мы выступаем только в субботу, воскресенье? Потому что все остальные рабочие дни, вообще у нас все не как у людей. У нас понедельник, выходной, потому что у нас основные рабочие дни, это суббота, воскресенье. У всех людей суббота, воскресенье выходные в основном, да, как бы, а у нас рабочие дни суббота, воскресенье. Поэтому понедельник, да, с выходной. Со вторника, вторник, среда, четверг, пятница у нас это внутренние индивидуальные репетиции. Мы репетируем. Мы репетируем свои номера, трюки, новые номера готовим. В субботу, воскресенье мы выступаем. Я помню еще то время, когда... Я-то в цилке много лет, я уже 31 год, несмотря на мой возраст, я с детства в цилке. Поэтому я помню еще советское время. Я еще советское дитя и застал то советское время, когда мы работали по четыре спектакля. Мы были в городе Баку, в Азербайджане. И у известного цилкового директора цилка Магбет Зайновича Бунятова мы работали по четыре шоу в день на праздник на Врозбайрам 16 дней подряд. По четыре шоу в день. По-моему, она в 11 начиналась, я уже не помню, когда вечерний. И так по четыре шоу в 16 дней. Поэтому мы и такие марафоны выдерживали, да? И были счастливы, потому что это совершенно... Ну, тогда то ли молодость, то ли, не знаю, глаза по-другому горели. Понимаете? Тогда было все по-другому. Я не знаю, каким это словом это. Для меня это непостижимо. А сейчас, к сожалению, какая-то вот такая уже традиция, что цилок работает только в субботу и воскресенье, да? Четыре шоу. Ну, как бы адаптируемся под сегодняшние реалии. Поэтому в остальное время мы репетируем и создаем вот эти новые номера, на которые уходят годы. Годы, потому что так быстро ничего не бывает. Это нужно отрепетировать, создать, сделать реквизит, пошить костюмы, написать музыку, поставить. Это одна уже творческая задача. А самое главное, нужно сделать трюк. Потому что основа цилка – это трюк. Скажите, а вот как раз мы уже упоминали эту, как говорится, не к ночи будет помянута пандемия коронавируса. Она вам как-то, может быть, помогла в том плане, что было больше времени, как раз, разработка? Или наоборот, это только плохо было? Конечно, было плохо, потому что, да, цилок жил внутренней жизнью, репетиции шли, все это шло. Но настроение было унылое, ничего не хотелось по одной причине, потому что мы не понимали, когда возобновятся гастроли. Какая пандемия может пойти на пользу? Никакая пандемия, на мой взгляд, не может пойти на пользу. Поэтому, слава богу, что мы ее, надеюсь, уже, наверное, можно так назвать, практически пережили. Уже открытые регионы, в которых был полный запрет уже с ограничением. 80% гастроли проходят, 100%, 75%, 60%. Пока в Твери, вот, 50%, надеюсь, что пока мы будем здесь, уже, может быть, и чуть больше процентов нам разрешать впускать зрителя, да. Но мы пока и рады этим 50%, потому что так вообще цирк год был закрыт, да, а сейчас хоть открыли мы цирк. Вот, поэтому добро пожаловать всех в цирк. Мы вас ждем. Старт начинается с 13 марта. Я еще раз повторю, что, к сожалению или к счастью, все билеты проданы на премьерные спектакли. На середину марта уже билетов нет. Мы уже открыли в продажу конец марта, 20-21-е, последующие числа продажи билетов. Поэтому ждем вас всех до 25 апреля на шоу Гии Радзе Королевский цирк, на новое шоу, где вы увидите очень много и животных, и разных жанров цирковых, и номеров эксклюзивных, и костюмов уникальных, декорации. Вы просто окунетесь в атмосферу добра, позитива и такой цирковой краски, блеска и моего почерка, потому что Тверь особенно меня прекрасно знает как циркового творца. И все мои проекты, они эксклюзивные, уникальные, это синтез, эстрады, цирка, мюзикла. Это настоящий праздник, праздник, который, наверное, так сегодня не хватает нам всем. А вот о зрителях, если... А кто же основной зритель? Мы как-то привыкли с детства, в первую очередь дети, нет? Нет, я не могу согласиться. Как правило, да, вроде бы, цирк это вот детское искусство. Ведут ребенка. Да, 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 не так это. Цирк это абсолютно семейное бедоискусство. В цирк ходят не только же дети, их приводят родители, и это шоу должно быть интересно всем. А особенно наше шоу, шоу Гии и Радзе, к нам ходят молодежь, которая перестала ходить в цирк, и те, которые не очень любят цирк, но к нам на спектакль ходят, потому что у нас именно синтез, у нас не просто цирк, у нас спектакль цирковой, где и люди красивые, и артисты, и животные, и номера, и экстрим, и фэшн. Это все совершенно, ну, как бы другое, да? Это такой дорогой, красивый цирк. В хорошем смысле этого слова. Это позитивно, это все роскошно. Поэтому те, кто любят красоту, те знают, что можно прийти на шоу Гии и Радзе и насродиться трехчасовой красотой большого циркового проекта. В частности, вот на сегодняшний шоу Королевский цирк на гастролях в городе Твери. А вы упомянули молодежь. А чем, на ваш взгляд, удалось завлечь? Потому что молодежь же, она скептически относится, в принципе, что цирк — это что-то тоже развлечение из прошлого, что это я пойду, туда-сюда, на ваш взгляд? Молодежь, молодежь розеньками, да? Да, есть одни так думают, как вы сейчас сказали, и есть такие на самом деле, одни по-другому думают. Поэтому те, кто не ходили, они же не могут судить, да? Нужно прийти, посмотреть, а потом уже судить о качестве и вообще о виде искусства. Потому что цирк — это великое искусство. Поэтому те, кто не ходили в цирк, приходите к нам в цирк. Я уверен, что вы поменяете ваше мировоззрение по поводу цирка, отношения к цирку, и вы начнете ходить на настоящий качественный цирк. И вы поймете, что цирк сегодня не становился в каком-то в том веке, а он живет уже в 21 веке, в сегодня реальности, и развивается ногу со временем. И все современные технологии, какие возможно использовать в нашем шоу, они использованы. А говоря о современной технологиях, как вы думаете, могут ли плотно проникнуть в цирк, какую-то свою нишу, занять вот эти всевозможные трехмерные технологии, когда картинку можно нарисовать, что-то показать. Да, это очень хорошо 3D, проекторы, световых приборов сегодня очень много, современных проекционных аппаратов очень много, поэтому мы это все используем сегодня в шоу, поэтому, пожалуйста, конечно. Но не вытеснят ли они какую-то часть артистов? Нет, это добавит только краски, это добавит эксклюзивности в номерах, это добавит восприятие номера в другом ракурсе, в другом формате. Это только его сделает более современным. Все равно основа цирка – это трюки артисты, а уже все остальное – и лазеры, и эффекты, и технологии, и свет, и звук, и все остальное – это дополнение к номеру. Основа еще вашего цирка, его фишка, особенность, как угодно, мы уже об этом как-то упоминали, мне хочется подробнее поговорить, это роскошные костюмы, у вас это действительно какое-то невероятное шоу, просто даже не знаю, я просто тоже и снимал, и видел. Мне вот про костюмы интересно, сколько у вас костюмов, у вас группа большая, и при этом еще роскошные костюмы, сколько костюмов? У нас очень много костюмов, я даже не могу посчитать сейчас количество этих костюмов, скажу вам так, что у нас в коллективе больше 110 человек, один артист меняет порядка 8-9-10 смен во время шоу. Костюмов за время вот этих трех часов? Да, во время трех часов один артист, а вот их больше 110 человек, полноценную технической частью, ну, в общем, там 90 артистов, допустим, вот 90 человек примерно умножьте на 8-9, а то и 10 смен. То есть костюмов 800, там до 1000 вы привезли в трех? Ну, это примерно однозначно, да. Ну, тоже сразу вопрос, какая же должна быть армия модельеров, дизайнеров, которые все придумывают? А у нас очень большие цеха свои, которые шьют, мы очень работаем с известными нашими цирковыми художниками, моделлерами, которые нам специально шьют эксклюзивные костюмы. Но им же должен кто-то объяснить, хочу вот такой, это все вы? Это мы, это я, мои режиссеры, моя творческая команда, конечно, мои идеи, которые художники. Каждый эскиз, сейчас открыт мой телефон, у меня полно эскизов в телефоне, которые я корректирую, да, так это или не так. Я объясняю историю, идею номера. Под идею номера уже художник, который со мной много лет работает, он понимает меня, и она слышит мое восприятие, как я это хочу. Она делает макет, эскиз. Сегодня эскиз можно сделать и в 3D, пожалуйста, никаких проблем нет, да, чтобы увидеть объемы этого всего. Сегодня использовать всевозможные технологии, какие существуют, обшивки, нашивки и прочих тканей и так далее, всего этого предостаточного количества. Раньше у нас этого всего ничего не было. Я-то еще помню то время, когда мы сами, еще я ребенком, мы сидели, блесточки нашивали на костюмы, потом у нас появились голографические блесточки, сграненные, мы эти граненные блесточки нашивали, понимаете, с камушков, какие-то отпарывали с костюмов, старых перешивали на новые костюмы. Сегодня этого не нужно делать, этого сегодня валом всего, чего хотите. Поэтому диапазон художника сегодня безграничен. И идей, креативных идей, фэшн каких-то идей, пожалуйста, если есть вкус, то делайте творить. Ну, то есть каждый из этих вот 900 костюмов прошел через вас обязательно? То есть каждый будет нуждаться? Конечно. Ни один не просто так не пошит. Все 900 костюмов, говорит, там сколько этих костюмов, может и больше, все костюмы во всех коллективах только через меня, в конце только мой автограф стоит на исполнении этого эскиза, и потом эскиз должен соответствовать качеству. Приезжает костюм, я его смотрю только лично. Не подходит, не подходит, естественно, смотрят артисты, удобство, комфорта с этого костюма, потому что цирковой костюм это очень сложная вещь. Это же должно быть, он должен быть удобен для работы. Понимаете? Артисты делают трюки в этом во всем. Это не просто показ мод. Пройтись по полу туда обратно и все. Не фэшн-подиум, да, это костюм, который должен создавать удобство артисту, поэтому это определенная профессия, художник-модельник по костюмам, дизайнер. Это эксклюзивные люди, есть по пальцами, могу посчитать, с которыми можно работать, ну, мне по нашему уровню коллектива и по статусу нашему, с которыми художниками мы работаем, их на одной руке, я могу посчитать, во всей нашей стране, с кем мы можем работать. А было такое, когда вот уже пошили, а вы не нравятся? Нет? Очень часто. Легко? Легко вообще, и художники-то знают, со мной не так легко работать, потому что я очень принципиальный, особенно костюмом, я очень дотошный ко всему. Это мое имя, и я это буду демонстрировать публике, и публика не будет разбираться, художник там пошил правильно, неправильно, будут говорить, это хорошо, цирги и радзели, это плохо, поэтому, безусловно, и костюм, и реквизиты, и аппараты, и декорации, и сценография, вся проходит только через меня, но я художник руководитель коллектива, в конце концов, и это моя прямая обязанность этим заниматься. Ну, вас послушаю, я делаю вывод, что Гея и радзели не только художник руководитель, это еще и модельеры, кутюрье. Гея и радзели, все на свете в цирке, я имею в виду в моем цирке, я могу совершенно спокойно пойти и убрать за лошадью, если это надо будет, и некому в это время убрать, да, и это моя изначальная, то есть я пришел в цирк к лошадям, я могу сесть, взять микрофон и провести прогон, я могу пойти посмотреть в костюмерном цеху, как это все шьется, я могу поехать на завод, посмотреть, как делается аппарат, я могу провести совещание с артистом, провести переговоры там с кем-то еще, и так далее, и так далее, поэтому, понимаете, быть художественным руководителем в цирке, это понятие растяжимое, цирка это вообще не работа, это образ жизни, цирком нужно жить, понимаете, вот вы пришли на работу, у вас есть рабочее время, потом вы пошли домой, и это нормально, да, а у нас все ненормально, потому что мы постоянно гастролях, мы постоянно, у нас переезды, распаковки, упаковки, переезды страны, города меняются, все это самое, это целая жизнь, это образ жизни, цирком нужно жить, в цирке нелегко, в цирке сложно, сложно, но люди, которые работают в цирке, это фанатично преданные этому искусству, это фанаты своего дела, это профессионалы своего дела, это люди, которые выбрали свою профессию и посвятили цирку свою жизнь. То есть случайных людей там быть не может? Не может быть никогда. Не выдержишь случайных, переездов, вот это все, изматывающих гастролей. Цирка это болото, вот ты туда вступил, либо оно тебя засосало, либо оно тебя оттолкнуло, и это не твое, ты понимаешь, это не... у меня было очень много случаев, когда ко мне приезжали на кастинги разные классные артисты, но через какое-то время они приходили ко мне, они говорят, вы знаете, это не наше, мы хотим идти. А бывали такие, которые ко мне приходили и уже по 20 лет со мной работают, по 20 лет, у них уже свои дети, у нас уже маленькие династии свои. Поэтому... Ну вот если как раз говорить об артистах, мне все время было интересно, вот приезжайте вы, гастроли идут полтора, сколько, может быть, два месяца, а кроме вот этих тяжелых репетиций, чем живут еще артисты во время этих гастролей? Живут так, как все обыкновенные люди, в год раз есть отпуск, когда люди уезжают отдыхать, и отдыхают так, как отдыхают все, да, как бы кому как нравится. Есть выходные, есть у каждого своя какая-то личная жизнь, в конце концов. Все живут обыкновенной жизнью, все обыкновенные простые люди. Ну вот сейчас вот вы у нас поселились в этой нашей знаменитой гостинице при цирке на бульваре Радищева. Как они проводят время вне репетиции? Ну, дается ли им вопрос, говоря, погулять по городу, познакомиться с ним? Или наоборот, видели эту тверь сто раз, ничего интересного? Нет, конечно, ребята ходят и в город, и общаются, у них друзья в каждом городе свои, как бы, что несколько раз приезжают за год какой-то из городов. Ну, с обыкновенной жизнью. Тоже мы с коллегами как раз и рассуждали вчера. Скажите, а сколько в сумме, интересно, занимает у артиста вот это время гастролей, и сколько у него времени, когда он, допустим, ну, ешь какую-то сумму? 11 месяцев в году это гастроли. 11? 11 месяцев в году это гастроли. Месяц это выходной. То есть это отпуск, и то даже месяц может быть неполноценным. Потому что нужно уехать до дома, доехать, приехать на гастроли чуть раньше. Поэтому плюс-минус это, ну, грубо возьмем, месяц это законный отпуск у артиста, 11 месяцев работающий гастрольный график. И 11 месяцев он есть по всей огромной стране. Да, да, да. Поэтому я сказал, что целый это не работа, это образ жизни. То есть у артиста... Не только по нашей стране. Я за свою бытность отработал очень много городов и стран. Я мог быть в Омске, а приехал я с Омска, в Омске я приехал с Японии. Или, допустим, мы могли быть, я не знаю, там в Твери, а с Твери я приехал только что с Москвы, а с Москвы я только что вернулся там с гастроли, там с Амстердама, понимаете? Вот примерно. Вот у меня в прошлом году одновременно, ну, позав прошлом году, в прошлом году это пандемия была. Работали коллективы в Германии, в Штутгарде, в Амстердаме, в цирке Каре, известном цирке Каре театры, и остальные коллективы по России, один цирк и Никулина, и где у них только не работали программы, понимаете? И номера еще отдельно на гастролях были в разных странах мира. Вот и считайте. То есть, постоянного дома, в нашем понимании, у артистов только нету. У меня были такие случаи, и мои администраторы уже знают эти случаи мои, я иногда, когда очень устаю, я уже самолет, это мой дом родной, значит, я сошел в самолет, я привитаю, я очень часто засыпаю в самолете, потому что в самолете могу уснуть спокойно, да мне это некомфортно в самолете, потому что я, это единственный вид транспорта, где я могу отдохнуть, да? И я когда привитаю, я вот просыпаюсь и не понимаю, куда я приземлился. Потом я вспомню, да, когда я там-то или тут-то, уже все эти аэропорты, все они перепутались мне, все уже в одном едином. Меня удивили, просто я предполагал, что какую-то часть года значительную, но 11 месяцев в году артист ездит. Да. Я говорю, то есть, постоянного дома нет, получается, вот в нашем понимании, как вот квартира. Нет, мы артисты цирка. Ваш дом это цирк, цирк, авиатели, самолеты, поезда и так далее. Да. Да, вот так вот, дорогие телезрители, кто вот хочет стать артистом цирка, вы подумайте, вот готовы ли вот так отдать свою всю жизнь, полностью, как отдал Гей Ирадзе. Итак, мы сейчас отдадим частичку своей жизни, рекламу, мои коллеги показывают, три минуты, не переключайтесь, потом подведем итоги программы, Гей Ирадзе еще раз на что-нибудь приятное, хорошее расскажет про свой цирк. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», у нас в гостях Гея Ирадзе, который снова приехал в наш город, прорвался сквозь пандемию, и в субботу будет первое представление, примеры Гея. Мне вот интересно, вы, ваша трупа, всегда волнуетесь, вот выступлений будет много, или вот основа волнения перед премьерой, а потом все уже как по накатанной, уже все, знаете, уже все до автоматизма отработано. Вы знаете, любой артист, наверное, профессиональный, который выходит на манеж или на сцену, он всегда волнуется, поэтому для нас нет разницы, премьера это или не премьера, всегда волнение в душе присутствует. Это говорит о том, что человек ответственно относится к своему делу, и сколько раз я за всю мажуюсь выходил в манеж, на сцену, то я всегда в душе испытывал некое волнение, и это больше назвать можно ответственностью перед зрителем, потому что ты выходишь в зал, один, либо в окружении партнеров, или артистов балета, неважно, и на тебя смотрит колоссальное количество аудитории зрительного зала. Поэтому тут нужно сделать так, чтобы твоя энергетика была полностью отдана залу, ты должен взять зал в руки и подарить им то свое мастерство, над которым ты очень много лет репетировал. Ну, то есть, одно ногти проходит уже по ходу выступления, то есть, когда живешь лучше, а потом все. Конечно, начинаешь, вот ты вышел в манеж, ну, несколько, даже минут не надо, и все, ты отошел, ты разошелся и пошел работать. Ну, это обо мне. Но все-таки не приходит, знаете, моральная усталость? Мне, как человеку, я не артист, мне, наверное, все-таки сложно представить, вот одну и ту же программу, хорошо, первое выступление, второе, пятое, но уже вот второй месяц идет, и вот одно и то же. Вот как, что надо сделать, чтобы не выиграть вот от этого? Одного и того же нет, потому что мы постоянно что-то меняем, делаем новое, добавляем, переделываем, ищем какие-то творческие ходы. У нас нет ни одного такого номера, что он выпустился там 20 лет назад, и 20 лет в одном формате работает. Нет, я имею в виду, вот в рамках, вот вы сейчас к нам приехали. Ну, нам как достроено, а как, ну, зрители-то разные, мы же отдаем отчеты, что зрители, мы же не можем каждый день новый спектакль показывать. Если мы приехали в город, то же с одним шоу, мы одно шоу и показываем, поэтому мы отдаем себе отчет, что сегодня в час одна публика, опять другая, а не те, и те купили билеты, поэтому и тому, и тому нужно отдать полную энергетику свою. Халтура быть не может. Ну, и если она будет, тогда ты уже не артист, и ты уже не профессионал, и на твоих спектаклях никогда не будет сборов, этого ни в коем случае допускать нельзя. Поэтому работа уже всегда одинаковая. Ну что же, у нас остается очень большая минута. Если остается минута, позвольте мне, пожалуйста, пригласить всех жителей города Твери, Тверской области. Дорогие мои, мы приехали. Шоу Гии Радзе, наконец-то, после пандемии, пусть не на Новый год, на мартовские каникулы, мы решили приехать в Тверь. Мы здесь, и будут гастроли до 25 апреля. Мы ждем вас в Тверском государственном цирке, на новом уникальном шоу Гии Радзе, Королевский цирк. Спасибо. Ну что ж, остается позавидовать тем счастливчикам, которые уже купили билеты. Еще раз хочу обратить внимание, что, к сожалению, из-за пандемии коронавируса, цирк вынужден продавать пока только 50% билетов. Я сам был вчера в цирке, я видел, как вот эти места перечеркнуты, которые, к сожалению, пока нельзя посадить всех зрителей. Поэтому спешите, ибо, к сожалению, пока на данный момент, как Гия обмолвился, он сказал, что, может быть, наши власти разрешат больше продавать. Но пока количество мест меньше, чем хотелось бы. Соответственно, не у всех... Самое главное, что двери цирка открыты, и люди могут совершенно спокойно приобрести билет и прийти... Но не откладывать на последний момент. ...в цирк до 23 апреля на уже любимое шоу Гии Радзе Королевский цирк. Ну что ж, это была программа «Тема дня». У нас в гостях был Гия Радзе. Приходите в цирк, порадуйте себя, своих детей. Я видел это шоу Гии Радзе, это яркое шоу. Это действительно, что называется, как он сегодня говорил, бурлеск. Спасибо большое, Гия. Хороших вам гастролей, всего самого лучшего. Благодарного зрителя. Спасибо. До новых встреч в эфире.